МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я все-таки пойду вам навстречу. У нас произошла очень любопытная беседа в течение 5 минут за эфиром, до его начала шла. Наши гости просили использовать феминитив, который им ближе и понятнее, такие как кураторка и координаторка. Но я в самом начале хотел отметить и свою позицию, и полную солидарность с гостями относительно их представления о дальнейшем проведении беседы. Беседа будет интересна. Сегодня мы пообщаемся о Организации природы и молодежи, о том, какие проекты сейчас проходят, что из себя представляет внутри, контентно и контекстно, и, естественно, на все про все у нас, к сожалению, лишь 28 минут прямого эфира. Но, опять же, между теми любопытными словесными зарисовками, которые у нас были в самом начале, я вас предупреждал о том, что прежде чем мы приступим к беседе, надо сделать несколько отступлений. Напомнить нашим радиослушателям и телезрителям о том, что мы вещаем в прямом эфире, и у каждого есть возможность к нашей беседе присоединиться, либо дозвонившись по номеру телефона 99 45 45, либо отправить сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс 7 921 708 20 06. Второй не менее важный момент – это традиционный дайджест новостей. Итак, пропавшие в Вологодской области мать с двумя детьми найдены живыми. Об этом сообщает Следственный комитет. Напомню, информация об исчезновении манчегорской семьи поступила 30 июля. Поисками занимались полиция, МЧС, общественности, волонтеры. Семью нашли вчера вечером в Шекшенском районе возле урочища Беспутова. К ним были направлены врачи скорой помощи для оценки состояния здоровья и оказания помощи. Уточняется, что северянка отправилась в деревню, в которую выросла. Обратной дороги женщина найти не смогла. Вместе с сыном и дочерью она провела в лесу целых 7 дней. Мы очень рады, что все завершилось хорошо. Следующая новость – конкурсный отбор перевозчика по маршрутам «Зато» Ведяева-Кольская. Центральная районная больница назначена в ближайшие дни. Таким образом, жители Ведяева, имеющие направление в Кольскую ЦРБ, смогут комфортно добраться к месту проведения медицинских процедур и обратно. Подобные медицинские шаттлы уже показали свою востребованность. С сентября 2021 года был запущен медицинский шаттл сообщения «Ковдор-Манчегорск», а с мая этого года – сообщением «Зеленоборский Кандалакша». И последняя новость – Кольский полуостров попал в топ самых живописных маршрутов для пеших прогулок, походов со здоровительными и познавательными целями. В рейтинге, составленном экспертами сервиса бронирования отеля «Твил.ру», Заполярье заняло четвертую строчку. Обережает Мурманскую область, Крым, Алтай и Кисловодск. Все, с новостями мы покончили, можем приступать к нашей беседе. Итак, для начала ЛИД, который подготовил наш выпускающий редактор, чтобы кратко и тезисно характеризовать, что из себя представляет организация. «Природа и молодежь» – это общественно-молодежно-экологическое движение из Мурманска. Лекции, мастер-классы, выставки, фестивали летние, лагеря на тему охраны окружающей среды и многое другое. А корректно? Ничего? Здесь нигде не ошиблись? Вообще да. Да, все верно. Вообще да. Но есть, я так полагаю, дополнения. И, собственно, ради этого мы с вами здесь сегодня и собрались. Начнем по верхам, чтобы потихоньку выстроить нашу с вами беседу. Что вообще из себя представляет природа и молодежь? Не тезисными выражениями, которые вот где-то там пресс-релизным языком выходят в информационной плоскости, а вашими словами? Ну, собственно, все верно сказали. Мы – молодежное движение экологическое. В наш состав входят молодые люди до 30 лет, но наши мероприятия не ограничиваются только молодежью. На них могут попасть практически все люди. Можно сразу вопрос? А почему до 30, а не до 35? Ну, это такое требование от наших спонсоров. О, как? Ну, точнее, грантодатели вот так. Да, так будет правильнее сказать. Хорошо. Но вот так вот, друзья, думал с этого начать беседу. К сожалению, мне в организацию уже не попасть, хотя вроде по закону РФ могу. Ну да ладно, грантодатели вещают. Но, тем не менее, если вам больше 30 лет, это не означает, что вы не можете принимать участие в разных мероприятиях. А мероприятиях немало, насколько я знаю. Да, да. То есть до 30 лет можно быть активным участником нашего движения, вступать на должности, а после 30 лет на должность уже не вступить. А сколько уже существует организаций по времени? Ну, вообще организация довольно старая, была основана в 99-м году активными ребятами, которым небезразлична судьба нашей природы, экология. И вот уже больше 20 лет получается. А вы как давно примкнули? Ну, не так давно, как оно существует. Я с 19-го, по-моему, года. А я, наверное, года 4 или 5. Ну, это не мало, это же не позавчера, не месяц назад уже, там 3-4-5 лет. Мне потребовалось время, чтобы вспомнить, сколько я, примерно, нахожусь в природе молодежи. Много сейчас волонтеров в организации? На самом деле, довольно сложно сосчитать, потому что бывают люди, которые приходят волонтерить буквально один раз, кто-то появляется раз в полгода. Есть волонтеры, которые вот ходят на каждое волонтерство, на каждое мероприятие. Но человек 25 точно есть. Сложно сосчитать. Я понимаю, потому что мы тоже все понимаем, что волонтерство, оно на то и волонтерство, оно человек ни к чему не обязывает, это его личный выбор. Все же, кого больше? Людей, которые, по вашим ощущениям, вот прям преданы делу, которые ходят на каждое мероприятие, которые прям проявляют себя, активничают? Или тех, кто, вот у него выдалась свободная минутка, или он вспомнил такого, ворвался, там, чем-то помог, что-то сделал, там, вот, как вы говорите, раз в полгода, или вообще пришел один раз, и больше не появляется? Мне хочется сказать, что больше тех людей, которые преданы делу, наверное, потому что они просто заметнее, но, наверное, их и больше. Хорошо. А что это за люди? Это просто активные ребята. Ну, не знаю, есть и студенты, есть работающие люди, есть школьники, просто люди, которые заинтересованы. Ну, я знаю, что за последние годы, и это очень радует относительно темы волонтерства, мы стали намного просвещеннее, и относимся к этому гораздо серьезнее. Причем я имею в виду подмы и, как сказать, среднестатистических людей, которые просто знают, что есть такое волонтерство, или иногда сами участвуют в каких-то подобных акциях, когда у них есть время. Так и гранатодатели, администрация и различные, скажем так, от патрициев до верхушек власти, которые определенным образом понимают, что волонтерство – это очень важное направление. И, несмотря на это, у многих людей есть представление о том, что волонтерство – это чаще всего история нескольких начальных курсов студенчества или школьных годов. Потому что, когда человек заканчивает свое обучение, грубо говоря, еще плотнее седает в социуме на тему работы, семья, ипотека и прочее, у него на это не остается времени. Но вы… Я поэтому и спрашиваю, кто эти люди. Вот вы отметили, что это не только студенты. То есть все-таки не совсем правы те, кто утверждает, что волонтеры – это исключительно люди с безумное количество свободного времени. Ну, наверное, они правы отчасти. Потому что, ну, действительно, когда человек учится в школе или он студент, таких людей больше. Но, опять же, есть и те люди, которые уже закончили универ или колледж и продолжают к нам ходить. Мы с вами и уже это отметили, когда этот вид был прочтен, и потом вы подтвердили о том, что различные цели преследуются организации, кому не безразлична наша окружающая среда, наша природа, наша жизнь, наверное, в целом. Но, и опять же, мне нравится, как вы оцениваете некоторые из моих тезисов, ставя определенные галочки. Так вот, к вам и хотел бы обратиться сейчас, раз уже взяли на заметку сказанное. Если мы говорим, опять же, языком более простым и понятным, какие цели преследуются? Мы хотим донести как можно большему количеству человек, что такое экология, какие у нее есть проблемы, и, в частности, какие есть проблемы экологические в Мурманской области. И мы направлены на молодежь, да, потому что, во-первых, нас обязывает грантодатель, но, как мы уже говорили, на наши мероприятия могут приходить люди любых возрастов, на большую их часть. И чем больше ты знаешь, тем больше ты можешь повлиять на ситуацию. То есть мы направлены на просвещение людей в плане экологии с надеждой, что в последующем они будут менять, например, свой образ жизни в более экологичную сторону. Ну вот вы практически уже пять лет этим занимаетесь, и на ваш взгляд это работает? Да, определенно да. Когда я приходила в природу молодежь, я сама такая, о-о-о, что делать? Была очень растерянная, а потом, со временем, я просто собрала огромный багаж каких-то экопривычек, которые сейчас выполняю в повседневности постоянно. На автомате уже, да. Да, и я просто не понимаю, как можно делать по-другому. Угу. Что такое экопривычки? Привычки, которые позволяют тебе вести более экологичный образ жизни, то бишь уменьшать свой углеродный след, например. Я, наверное, некорректно задал свой вопрос. Я, в принципе, расшифровал в голове, что такое экопривычки. Я, наверное, хотел бы уточнить примеры о том. Например. Ну, хорошо. Например, самое банальное – не использовать пластик в магазине. То есть я хожу со своими фруктовками и авоськами в магазин. Фруктовки – это что-то типа мини-авосик. Мешочек такой маленький. Да, маленький мешочек, он дышащий, и туда можно складывать что-то крупное, например, орехи, фрукты, яблоки. Вот. Вот. Некоторые фруктовки есть специально для круп. Они не пропускают мелкие частички. У меня льняная сумочка. Это я подхожу под определение человека с экопривычкой? Нет. Нет? Почему? Мало того, мало иметь просто льняную сумочку, нужно ей пользоваться. Причем пользоваться каждый раз. Я это имел в виду, я не приобретаю пакеты. Вау, это круто. А вы подумали, что я говорю, что просто у меня есть сумка, она лежит дома, и подхожу ли я под экопривычку? Многие воспринимают инструкцию использовать многоразовое, а не одноразовое, как действие к покупке. То есть мы покупаем многоразовый шоппер, но при этом он у нас лежит дома, и мы им не пользуемся. Это более не экологично, чем использовать один раз что-то одноразовое. А почему это более не экологично? Потому что у тебя лежит сумка, на которую потрачены ресурсы, планеты, и ты ее никуда не деваешь, ты ее не перепродаешь, она просто лежит и портится. И параллельно с этим ты покупаешь пластиковый пакет, а пластик априори не экологичен. Получается двойная невыгода для природы. При этом в мыслях-то ты экологичен, а на деле ты купил и то, и другое. Вообще в этом плане очень классно поизучать, что такое стиль жизни Zero West. Потому что он как раз-таки говорит о том, что в первую очередь нужно снижать потребление, проанализировать, какие покупки ты совершаешь каждый день, и как можно снизить количество пластика. Ну вообще в принципе упаковки, не обязательно пластиковые, потому что даже бумажная упаковка не экологичная. Хотя нам вроде пропагандируют, что бумага это такой экологичная альтернатива пластику. Но они лгут. Они лгут. Это называется гринвошинг. Гринвошинг это что? Гринвошинг это когда крупные корпорации говорят, что вот вы обычные люди не экологичные, поэтому покупайте наши типа экологичные товары. Ну в общем люди просто зарабатывают деньги на этом. На том, что экология сейчас вроде как в моде, заверсилась. Ну в общем люди просто пытаются заработать на этом. Просто пример из головы, я чтобы точно понимать о чем мы говорим, что структуру. Я, видите, я выписываю новые для себя термины, чтобы мне так будет интереснее и нам все будет понятнее в дальнейшем наша беседа. А предположим компания, которая создает вот эти авоськи, сумочки фруктовые. Ну вроде моей льняной, с которой я все-таки хожу, я вам клянусь. Можете сами увидеть в одном из стран гипермаркетов нашего города. Или тех людей, которые выпускают фруктовки. Если они будут говорить о том, что только вот этот экологический продукт, это же не будет с их стороны грейнвошингом. Они ведь тоже зарабатывают деньги. То есть экономическая система выстроена таким образом, что любой человек, который выпускает какой-либо товар, экологический или нет, он зарабатывает деньги, так или иначе. Ну это смотря какой, как это сказать. Давай я попробую объяснить. Это не вопрос с подвохом, я правда пытаюсь понять. Я попробую просто более понятно на другом примере объяснить понятие грейнвошинга. Грейнвошинг часто используется для отбеливания себя или для рекламной компании. Например, у нас есть условная марка N, которая говорит, смотрите, у нас есть продукт, какие-нибудь крема для лица. И мы его будем выпускать в другой упаковке. Например, в упаковке... В биоразлагаемом пластике. Да, в биоразлагаемом пластике. Очень хороший пример. И ты такой, вау, классно. Куплю тогда упаковку, как раз использую крем, использую упаковку, возможно, вторично, а потом она разложится. Проблема в том, что биоразлагаемый пластик – это тоже грейнвошинг, потому что пластик, он может распадаться только на микропластик. И если ты его не отдашь в специальную переработку, а просто выкинешь мусор, он окажется на мусорном полигоне, а на мусорном полигоне абсолютно ничего не перерабатывается и не разлагается, потому что мусор утрамбовывается и находится в анаэробном состоянии, то есть без воздуха, и у него просто нет возможности разложиться. Очень хороший пример. Но это будет, получается, все равно все же корректно, если ты будешь использовать, если ты будешь отдавать на специальный перерабатывающий завод. Само понятие биоразлагаемого пластика некорректно, я бы так сказала. Вот, я вас услышал. Нам нужно прерваться на короткую паузу, после чего мы продолжим нашу с вами беседу. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия совместный проект Радио Рекорды, телеканал Арктик ТВ, я и ведущий Николай Дукмас, сегодня у нас в гостях природы и молодежь, и мы обсуждаем, даже вот не знаю, как точнее выразиться, у нас сегодня не идет о точной конкретике по, знаете, классическому лиду беседы, что у вас за мероприятие было, что у вас за мероприятие будет и как к вам попасть. Сегодня мы пытаемся понять всю внутрянку и саму позицию организации и ее представителей. Мы завершили, ушли на рекламную паузу на обсуждение к привычке, узнали о том, что большие злые корпорации зарабатывают много денег на лжи, это гринвошинг, пытаются обвелить себя, продавая товары под марк того, что они экологически безвредны, хотя это абсолютная ложь, это есть исследование, я так полагаю, да, вы с ними ознакомились? В смысле есть исследование, это подтверждено. Ну, кем? Ну, я и говорю, ну, исследование определено можно найти в интернете, почитать. Да, конечно. Ну, по-моему, это очевидно, когда... Не-не-не, я вообще не представляю, что такое пластик, из чего он делает. Ну, допустим, есть еще такой пример, когда, допустим, фрукты и овощи продают в пластиковой упаковке, при этом говорят, что это суперэкологично, он экологичный продукт, но он же в пластиковой упаковке. И, ну, для меня это очень странно, когда они пишут эко и упаковывают это в пластик. А, кстати, как в таком случае делать, если ты конкретно хочешь... Ну, вот, не то чтобы... Я понимаю, что это не правило, а рекомендации к действию, в этом и вся суть. Организация не пропагандирует, а рассказывает. А если тебе необходимо приобрести какой-то товар, вот, например, фрукты те же, но их, они на прилавке продаются исключительно вот в таком виде, непотребном. Ну, в таком случае нужно, ну, если прям вообще нет варианта, вы обошли все магазины в округе, и вообще... Не-не, я пришел в тот магазин, где мой бюджет может мне позволить купить именно это, потому что только там происходят поскидки. Если так случилось, то стоит посмотреть на упаковку, на ее маркировку, и посмотреть, можно ли эту упаковку переработать. Если уж нет варианта взять на развес, то хотя бы можно переработать эту упаковку. А как у нас обстоят дела с переработкой? Я так полагаю, что вы приобретаете исключительно товары на развес, и это здорово, что есть такая возможность и финансовая, и с точки зрения времени посещения овощебаз и прочих моментов, где это вот, ну, чаще всего можно приобрести. Но наверняка вы же даете рекомендации людям, которые еще не до конца поняли и не то что философию, а важность тех вещей, о которых вы говорите, о которых вы рассказываете, о том просвещении. Что делать им? Вот как у нас конкретно, я не буду говорить за всю Россию, но вот мы живем в Мурманске, в Мурманске область, если брать более широко, обстоят дела с утилизацией продукции. Да, у нас есть несколько фракций, которые можно сдать на переработку в Мурманске. Да, действительно, Валерия мне тут показывает, что мы взяли с собой небольшие брошюрки раздельного сбора в Мурманске. Здесь показаны места, куда можно сдать, например, устаревшую технику или уже отработанные батарейки. Часть материалов мы принимаем у себя в офисе. Это пластик, бумага, алюминий и дозаторы от мыла, допустим. Насколько активно наши замечательные горожане поддерживают эту инициативу? Достаточно активно. Раньше у нас было очень много макулатуры. Мы могли собирать до двух тонн за один раз, но сейчас появилась хорошая инициатива в Мурманске. Она приехала к нам из Череповца. Компания «Зелёный полюс» установила по всему городу эко-модули. Туда можно сдать бумагу. Сейчас этих эко-модулей прям очень много. Самые первые появились в местах большой посещаемости, например, рядом с Мурманск Моллом. Такая небольшая зелёно-белая коробочка, где написаны все правила того, какую бумагу они принимают. Поэтому наше направление сместилось. Мы сейчас больше принимаем пластика. Пластик мы принимаем единицу, двойку, четвёрку и пятёрку. То есть от одного до пяти, кроме тройки, потому что тройка, она сложно перерабатывается. Перерабатывается на одном заводе в Питере, в России. И у нас нет возможности её отправлять пока что туда. Я вам сейчас задам совершенно глупый вопрос, но вы уж простите меня. Я совершенно косматый в этом направлении. Что такое эти цифры? И где их обнаружить на пластике? Возьмём, условно, мою бутылочку. И хороший производитель должен маркировать каждую часть от упаковки, от бутылочки, от всего пластикового. Например, я открываю крышку, и здесь есть треугольничек, треугольничек переработки. Под ним или в нём написана цифра, и под ним расшифровка. У меня крышка двойка ПЕ. То есть, когда вы... Я, правда, не знаю, в какой момент приходит конец эксплуатации пластикового бутылка для воды, но как только вы посчитаете, что пора, вы сможете от неё избавиться... Экологично. Экологично, чисто. То есть, пластик использовать можно. Главное... Смотря какой. Допустим... Ну, вот когда он нужен, то можно. Ну, если пятёрка, то она вполне себе... Это двойка. Это крышечка, а сама бутылочка, скорее всего, пятёрочка. Вы меня запутали. Я могу определить, как на крышечке понять. А как же понять, а на что с бутылкой? Ну, там тоже есть маркировка, я уверена. В общем, пятёрка вполне себе экологична. Ну, относительно. То есть, её можно наливать воду, можно накладывать еду и не опасаться за своё здоровье. Но если, допустим, вы покупаете в магазине обычные пластиковые бутылки одноразовые, то... Ну, там из минеральной воды и лимонад. Да, да. Они на то и называются одноразовые, что вы их использовали, и всё. И сразу там на переработку или выбрасываете, потому что повторно их использовать ни в коем случае нельзя, так как у них такая... Они очень подвержены внешнему воздействию. И, например, если оставить... Да, микропластик появляется. Да. Если оставить бутылку с питьевой водой в упаковке ПЭТа... Ой, в упаковке ПЭТ. Бутылка ПЭТ. Обычно в них наливают питьевую воду. Если её оставить на солнечной погоде, просто в машине, например, она нагреется и будет выделять микропластик. То есть, сам пластик начнёт распадаться на более мелкие частицы, и в вашей воде будет много микропластика. Вы, конечно, можете выпить эту воду, но... Но лучше не стоит. Да, есть исследование, что микропластик приводит к образованию рака, поэтому не рекомендуем. Хорошо, я вас понял. Какие ещё есть эко-привычки? Ну, вот про пластик мы поняли. Вы просто сказали, что в вашей жизни появились. Я всё ещё помню наше начало беседы. Это, на самом деле, равносильно тому, когда ты смотришь много-много фильмов, и тебя спрашивают, какой крутой фильм посоветуешься у тебя просто. Ну, понимаете, смотрите, мы можем с вами пройти очень простым путём. У нас не так много времени до конца эфира осталось. Я могу просто у вас спрашивать скучные вещи, которые вы можете написать в группе ВКонтакте. Я сейчас расскажу. Ну, допустим, можно пользоваться не личным автомобилем и не такси, а общественным транспортом. Это более экологично. Потому что? Потому что. Личный транспорт очень экологичен. То есть очень много углекислого газа выбрасывается в атмосферу, из-за чего появляется прониковый эффект. Вот. Ну, то есть, если, допустим... Я знаю, что в такие моменты делают оппозиционеры, вообще любой темы, они задают вполне логичный вопрос, который я просто, если я его сейчас... То есть машина тоже вырабатывает... Ой, фут, автобусы тоже вырабатывают... Вовсе нет. Это очевидно, да. Просто если я сейчас не задам этот вопрос, это будет странно, потому что люди, которые нас сейчас слушают и смотрят, они наверняка этим вопросом задаются в первую очередь. Если мы говорим о том, чтобы сократить, показать своим примером, не приобретать транспорт. Ну, то есть, если взять, исключить нас с точки зрения единицы, конкретно я не купил машину, но, значит, две машины купил соседа. Мы сейчас знаем, на одну семью по России, кстати, по Мурманской области, через семью приходится по 2-3 автомобиля. У кого-то нет... Да, это правда. Удивительно, что вы не знаете такой статистики. Обязательно почитайте, посмотрите. Так вот, если мы не говорим о том, чтобы конкретно каждому человеку, вот тебе, тебе и тебе, сказать, не покупайте общественный транспорт. В данном случае речь идет о том, чтобы смотивировать и своим примером показать всем остальным от него отказываться. Я правильно понимаю? Ну, наверное, не то, чтобы отказываться, а снижать потребление. Снижать потребление. Да, да, потому что не у всех есть возможность отказаться от автомобиля. Это нормально, кто-то далеко работает, кто-то просто каждый день пользуется автомобилем. ввиду там своей какой-то деятельности. Ну, чем меньше, грубо говоря, мы будем проводить за железным конем. По возможности можно, допустим, чаще ездить на общественном транспорте. Это, по-моему, даже дешевле заплатить 35 рублей, чем заправить баг автомобиля. Человек, который путешествует исключительно пешком, по-моему, с вами согласен. А какие еще есть экопривычки? Хочу поделиться своей экопривычкой. Это, скорее, не то, чтобы экопривычка, просто так, на заметочку для всех, кто живет в Мурманске. И удивляется, почему у них в квартире холодно. Можно взять в аренду тепловизор и посмотреть свою квартиру через тепловизор. Из-за того, что здания зачастую старые, или, возможно, ремонт делался достаточно давно, в углах квартиры очень идут большие теплопотери. Большие теплопотери – то же самое, что и потери в вашем кошельке, потому что вы переплачиваете, например, за электрический обогреватель, потому что вам холодно зимой. Дешевле будет по окупаемости в дальнейшей перспективе отремонтировать квартиру, нежели использовать электрообогреватель. Ну, вообще, в принципе, стоит заменять одноразовые вещи на многоразовые. То есть, как мы уже говорили про авоськи, про шоперы, можно заменять одноразовые средства гигиены на многоразовые. Допустим, я пользуюсь многоразовыми хлопковыми дисками, они намного приятнее ощущаются на коже, и это дешевле, и меньше места занимает. То есть, если квартира не очень большая, то проще купить 5 штучек этих маленьких дисков, нежели большую упаковку. Собственно, у нас сэкономлены деньги сделать ремонт. Да, например. Как вы правильно отметили, ремонт сейчас сделать дешевле. Я правильно понимаю, наверное, точнее, не то, что правильно понимаю, могу подвести определенную линию из того, что вы сейчас нам поведали. Мы не говорим о каких-то глобальных, фундаментальных вещах, хотя и о них в том числе. То есть, работа корпораций, больших загрязнений окружающей среды решаются и малыми, и большими людьми. Ну, естественно, чем люди больше, и чем больше у них власти или агитационного рупора, тем больше они могут привлечь к этому внимания. Но все в нашей жизни устраивается с мелочей. И маленькие изменения в своем собственном быту, в своем собственном окружении, в своем собственном видении и философии жизни, они тоже вносят свой вклад. Переход на многоразовую продукцию, меньшее количество использования личного транспорта, какие-то моменты, связанные с иными экологическими привычками. Наверняка мы сегодня можем, в принципе, бесконечно долго о них говорить, а осталось буквально полторы минуты эфира. Я думаю, что многие из тех, кто нас сейчас слушал и смотрел, и продолжает это делать, наверняка взяли в себя определенные моменты на заметку, что они могут дать этому миру от себя, который и так без остановки дает что-то, не требуя взамен. Но у другой категории людей наверняка возникнет еще более интересный вопрос и более правильный. А как к вам можно примкнуть? У вас есть ровно минуточка, чтобы тезисно рассказать о том, как это можно сделать. Да, я попробую побыстрее. На самом деле можно написать в личные сообщения группы, сказать, что вот мы хотим к вам прийти на волонтерство. Некоторые люди просто приходят на мероприятия и говорят, мы хотим волонтерить у вас, как нам это можно сделать? В таком случае я меняюсь с людьми контактами, добавляю их в наш чат, в который я выкладываю мероприятия, на которых можно поволонтерить. И люди уже выбирают, где они могут поволонтерить, что они могут пропустить. То есть вот так. Ну то есть традиционно, посредством социальных сетей, всегда можно выйти, вы всегда, соответственно, выйдете на связь в ответ и объясните, покажете. Человек уж сам для себя поймет, что из мероприятий наиболее близко ему. Все, я вас услышал. Спасибо вам большое, что прибыли сегодня, и так подробно, и увлекательно рассказали нам о важных вещах. На этом Открытая студия завершает свое обещание. Благодарим наших гостей за визит. Всего вам доброго.